Вот сегодня замечательный праздник, престольный праздник нашего северного предела. Он был присоединён к храму где-то во второй половине XIX века, в связи с тем, что поблизости с перестройкой один храм необходимо было снести, и престол перенесли сюда. Ну, во всяком случае, это очень значимое событие, которое отмечается в православной церкви, называется немножко не очень понятным названием – воскресенье славущее, то есть, которое славёт в народе, называется воскресеньем. На самом деле, это обновление, ну, как возрождение храма, воскресенье Господне в Иерусалиме, которые как раз спешили и закончили к празднику Воздвижения Креста Господня. И поэтому этот праздник приходится накануне праздника Воздвижения. И тем самым он соединяет в себе два великих момента христианской жизни. Первый момент – это как бы подготовка к празднику Воздвижения Креста Господня, которую в первую четверти IV века равнопостная царица Елена нашла на месте казни у голгофы. Эти орудия казни бросали в братские могилы вместе с трупами казнённых преступников. Ну, так или иначе, вот он был найден, и его выносили, и толпы, тысячные толпы людей поклонялись Кресту Господню. После трёх веков гонений христиан поклонялись тому орудию, которое из орудия позорной казни стало символом любви к Богу. И как читалось в Евангелии предшествующего воскресенья, «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Жизнь вечную. То, для чего Господь создал весь мир для жизни вечной, нового неба, новой земли. Об этом наговорит последняя книга Библии «Апокалипсис». И вот и соединяется стремление построить тот храм, где будут поклоняться люди, храм, который объединяет людей, храм, который дорогоценен ими тем, что люди собираются ради Христа, ради этой любви. И собираясь вместе, они как бы объединяют вот свою веру, свои духовные стремления, свои проблемы, и приносят их к тому, кто отдал Сына Своего, кто вот этот зло мира принял на себя и победил его своим воскресеньем. И сегодняшнее евангельское чтение как раз нам напоминает о самом главном вот в нашей жизни. Оно так называется – исповедание Петра. Господь спрашивает своих учеников перед тем, как они войдут в Иерусалим, когда они уже вот проповедовали, совершали исцеление, и спрашивают, за кого почитают меня люди? Они говорят, вот кто за воскреша на крестителя, за Иеремии или за одного из пророков? А Иисус спрашивает, а вы? Вот вы за кого меня почитаете? Очень важный вопрос, который задается каждому из нас в сущности. А кто для тебя Христос? И Петр отвечает за всех учеников – ты Христос, Сын Бога Живаго. И Иисус говорит ему замечательные слова – Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть, а кровь открыли ты тебе, Отец мой, который на небесах. То есть это истинно открывается не усилением плоти, не нашим человеческим разумением открывается Бог в сердцу каждого из нас. Когда мы об этом просим, когда мы это ищем, так же, как Бог открывался через пророков народу израильскому, когда за два века до такого духовного пробуждения самых разных стран цивилизации – Греции, Индии, Китая – происходит такое же открытие высшего предназначения человека в Израиле. Причем не один человек, какой-то гениальный пророк, а разные люди говорили об одном и том же – то, что им Бог открывал, не сами догадались, а то, что им Бог открывал, веру в единого Бога, без всякой примеси пантеизма, других каких-то богов, или, так сказать, что весь существующий мир, ничего не стоит, надо от него ходить, погружаться в какое-то небытие, в нирвану, как учил Будда и так далее. Вот в этом отличие именно израильской веры. Встреча с живым Богом, который люди встречают, именно как личность, которая любит каждого из нас, а ты ожидает ответной любви. И вот в этом и слова Христа – «Блаженто Симон, сын Ионин». Что такое блаженство? Мы знаем заповедь блаженства, блаженое нищие духом, там, плачущие, ибо их есть Царствие Небесное. То есть блаженство – это состояние человека, который уже причастен Царству Небесному, о котором молимся, да при Царстве Твоем. Блаженство – это уже причастность к этому Царству уже здесь, в этом существовании, в этой нашей вере, когда мы так верим, что ты сын Бога Живаго. И важные слова – Бога Живаго. Сынов Божьих было много в неизуческих религиях. И у Зевса и Геракла были прочие-прочие десятки всяких сынов. А здесь речь сейчас не о Боге, так как придуманном людьми, а о Боге Живом. Живой Бог, который открылся людям через пророков. И вот говорится об этом блаженстве, этой радости, этого счастья для человеческого сердца, когда человек открывает для себя Живого Бога. И затем Господь говорит очень важные слова. Ты, Пётр, то есть слово означает камень, на этом камне я создам церковь мою. То есть общину верующих, новый народ, люди объединены верой во Христа, и врата ада не одолеют её. И вот здесь очень важно понимать, что эта основа не просто сам Пётр, а та вера, которой Пётр исповедует Христа. Потому что мы видим, что вскоре, буквально через несколько строчек, когда евангелист повествует о том, что с этого времени Иисус начал учить учеников, что им предстоит, вот мы входим в Иерусалим, и он будет непонят, схвачен, распят, вот, и казнён, но победит смерть воскресеньем. И Пётр стал противиться Ему, только уже он там по человеческому стало жалко Господу, Господа не будет этого с тобой. Иисус говорит ему строгие слова, отойди от меня, сатана, то есть противник, ибо ты мне соблазн. Так что вот мы должны понимать, что речь идет не о самом Петре, как о человеке, а о той вере, которую Господь ему открывает, вот это тот камень, на котором созидается Церковь, на вере каждого из нас. Поэтому будем всегда искать этой веры, простить её, хранить её, хранить её через молитву, чтение Слова Божия, ответную в любви к Богу. Аминь. Спасибо, Господи.